Всем привет, ребятки! С вами Флэш и сегодня в видео мы покатаемся на новом танке. Умельцы уже придумали плагин или плагин, кстати, напишите в комментариях, как правильно произносится это слово. Я сделал полную копию первого сервера, чтобы нам было что порушить и давайте сейчас создадим танк. Что-то я случайно создал их слишком много, теперь мы можем к нему подойти, нажать Е и мы появляемся в танке. Тот старый сразу пропал. Вид от третьего лица, камеру можно как отдалить, так и приблизить для удобства. Далее, у него на кнопку R можно включить передние фары, видите, и задние стопаки загораются, очень круто. Стрелять, к сожалению, пока что нельзя, звука у танка пока что на основной ветке нет, кстати, на стейджинг ветке уже звук появился, я заходил, проверял. Ну а дальше, как понимаете, начинается самое увлекательное, это процесс езды. Я просто кайфую от подвески, насколько она круто работает, я вообще этого не ожидал. Как она отрабатывает каждую неровность и изгибается прям под нужными углами, наезжая на какую-то неровность. При этом танк, естественно, это же танк у нас, он рушит все абсолютно строения, все, что видит перед собой, он просто уничтожает. Подвеска отрабатывает шикардос, также у танка есть еще ускорение с шифтом, если нажимать. Ну-ка, этот будет он? Не, ну такие объекты, понятно, вот на маленькие камушки, когда он наезжает, он тоже подвеска отрабатывает. Давайте попробуем заехать на фундамент. И он на него заезжает, капец. А все остальное? Ну-ка, разрушить, нет? Что-то куда-то прям сквозь. Ну-ка, разогнаться, походу, надо. О, не, а он не может рушить, что ли? Не, подвесом как-то разрушил. Походу, то ли скорости, то ли чего не хватило. Не совсем удобно то, что камера прям трясется вместе с танком. А, вот, да, надо было просто разогнаться. Причем, смотрите на траву. Конечно, сейчас у вас будут пикселиться. Трава даже прогибается под танком. Все как положено, как будто это мы бежим. Но только она реагирует на танк, и она действительно вот под ним гнется. Особенно сверху хорошо видно. Травка вообще шикарно прогибается. Есть. И вот то, о чем я говорил. Вот перед нами камушек. Заезжаю правой гусеницей. И смотрите, насколько четко она отрабатывает. Прям как по неровности действительно едет. Дальше можно тут кататься, как хочешь. Конечно, огорчает, что нет звука. Это, конечно, минус. Так, с вашего позволения, я отключил траву, чтобы не пикселилось сильно видео на ютубе. Потому что он вообще ненавидит зеленый цвет, особенно траву. Так, ну-ка, кактусы. Да, все пробивает. Давайте разгонимся, попробуем дом снести. Хватило, хватило инерции. Проскочил и даже не заметил. Понятное дело, что разработчики не задумывали этот танк, как танк, который можно будет использовать любому игроку. Это будет такой рейд-босс своего рода. О, а эту не пробил. Нифига себе, он заехал как. Но возможность на нем кататься у нас присутствует. Видите, если этот плагин установить на обычный сервак, то обычный игрок сможет заспавнить этот танк и спокойно на нем ездит. Офигеть. Вот это я заскочил. Ну-ка, давайте попробуем Мишаню. Мишаню. Мишаня спать лег, лол. Прямо передо мной. Но он должен, по идее, сейчас умереть. Да, убил. Убил, реально. Даже в чате написал, что я убил медведя. А почему он заскочил на этот деревянный дом? Он должен был его развалить. Офигеть. Жень, что происходит. Конечно, тут немножко не доработано в этом плане. Какие-то чудеса он творит на виражах. Но едет он просто прекрасно. Вот камера, то, что дергается вместе с танком, это не совсем хорошо. Во, вот это хорошее разрушение. Ну-ка. Деревянные постройки он на ура рушит. Но иногда Витя проскакивает сквозь. Ну, что поделаешь. Это все-таки плагин. Танк сырой. Просто я слежу за развитием этого танка на стейджинг ветке. И там уже разработчики... Во, сейчас я вообще провалился под воду. Написали, что уже пофиксили ему лот, модель. Там куча всего исправили. Вот эти все баги, наверное, скорее всего, с этим и связаны. Так, давайте посмотрим, как это выглядело все ночью. Потому что фонари у нас есть. Сейчас я поставил ночь. Насколько это круто будет смотреться. Так, вот у нас ночь. Сейчас она прогрузится полностью. Блин, ну так вот под закатом, под луной вообще офигенно смотрится. Отражения такие интересные. Так, включаем наши фонари. Опа. Ну, конечно, светит не так далеко. Не прям слишком сильно так, чтобы безбоязненно ехать ночью и видеть, что перед тобой. Реально как будто ближний свет. Дальнего света ему не хватает. Вижу курицу. Раздавили. Но даже ночью, даже ночью он может наводить страх и ужас. Вот так вот езжет. Просто рушат дома мирных людей. Конечно, лучше бы добавили этот танк не только на РТ, а чтобы он действительно по миру ездил. Вот так вот дома кто-то спрятался. На, получай, пожалуйста. Заехал прям все домой. Ладно, включим день. Днем поинтереснее. Ну, когда вот по зубам окажется танку или нет. Да, ему просто главное разогнаться как-то. Потом, когда он теряет скорость, даже тело какое-то спит. Лол. А я думал, что тела не прогрузятся. Подожди, а почему тела спят? Это ж копия сервера. Лол. Куда я? Где я вообще? А как я здесь оказался? Нифига себе, вышел из танка. Так, прилетел обратно. Тут смолстэши какие-то. Фидо, да. И даже вместе с людьми, что ли, загрузился он. Короче, не ясно. Я даже не понял, как я с людьми загрузил. Офигеть. Чувак спит просто-напросто. Разнесли, чувак, у дома. Вы представляете, да, будет что твориться, когда реальный танк вот такой будет гонять. Так, давайте попробуем разогнаться, попробовать еще что-то порушить. Плохо, что камера трясется вот вместе с танком. Это, конечно, не совсем хорошо. Ну-ка. С разгону бах. Жесть. А как мне отсюда выехать теперь? Что-то вытолкнуло, и я опять под землю провалился. О, ребят, нашел домик тут с турелью. Посмотрим, как она будет реагировать на танк. Но турель, кажется, миротворный. Тут даже такое ощущение, что специально ангар сделали для танка. Капец. Он будет их рушить, фундаменты? Он же может на них заезжать, не разрушив. Да, заехал, и турель стоит. Ну-ка, что он на ебу сделает? Не, нифига, он прям сквозь нее. Но фундаменты не выдерживает под натиском танка. Ух ты, нифига себе, я сквозь прям дом проехал как-то. Не совсем ясно. Да, вот как только лоды исправят, настоящий пепки уже исправили, скорее всего, разрушение, все бы уже нормально происходило. Капец. Ну-ка, железное по зубам. Да, он все рушит абсолютно. Все дома. По барабану. Бах. Если дать такой танк просто игрокам, то это сервер камня на камне не останется. Одному игроку достаточно. Он просто покатается полчасика, и дома просто все разнесет. А представьте, если еще будет... Печки он, кстати, большие не рушит. Если будет возможность стрелять еще при этом с главного калибра, что там будет происходить? Жесть. Ну-ка, вон то здание громадное. Давайте попробуем разогнаться и прям на шифте проскочить. Руду тоже сносит. Вот это прям сквозь. Стены еще большие сейчас проверю. Будет он рушить. Ой-ой-ой-ой-ой. Опять провалился и ушел под воду. Появился в зиме, потому что спальник КД. Смотрите, еще какой дом обнаружил. Все для танка сделал, блин. А он там не может не поместиться, да? Ну-ка, получится у меня проехать в этот дом? Или не выдержит наш мост масса такой? Блин, все рушится. Е-мое. Не заеду уже, походу. Давай, 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 давай. Едем, едем, едем. А, нет, падаем, падаем, падаем. Не выдерживает массы. Так, еще прилетел. Наша задача пробиться к карьеру. Как с этой задачей справится наш танк. Не используя ни С4, ничего. Чисто мощь и массу этого танка. Тут, видите, анти-такие пристройки стоят, рампы. Но они нам ни по чем, да. Теперь самое главное, стены. Вон, будут их пробивать? А, ну зачем их пробивать, когда можно сквозь них прям проскочить? Все правильно. Так, есть сам карьер непосредственно. Немножко дом зацепили. Сориамбус. Не совсем я привык еще к разворотам на этом танке. Карьер? Не, карьер не рушится, слава богу. Ну, короче, можно спокойно заехать к карьеру. Вообще не париться. Флагштоки тоже почему-то не поддаются. Задом, что ли, он не рушит ничего? Не, стены большие пробить не может, кстати. А, во, пробил. Просто нужно под правильным углом еще. Ну, так все просто, оказывается. Вах, в дом проскочили. Тут какие-то печки насквозь прошли. Сейчас он опять провалится. Не, его колбасит жестко. Но это такая имба на самом деле. И сквозь тену вышли. Хорошо. Хорошо. Ну, давайте попробуем прыгнуть. И воу. Воу. Бабух. Ну, ведет себя, откровенно говоря, еще не очень. Но, опять же, повторюсь, на стейджинг ветке все эти проблемы уже решены. Там разработчики прям конкретно ему все фиксят. Все вот эти лот модели, коллизион модели. Всю-всю-всю фигню. Потому что он сейчас, видите, для копий, для всего прозрачен. Для пуль прозрачен. И вот так вот себя не совсем адекватно ведет при столкновении со строительными блоками. Но это все исправится. Ну-ка, так заскочит. Тяги хватает. Да, хватает. Офигеть, он так поднимается. Интересно. Гусеницы дают о себе знать. Поднимается четко вообще, конечно. На стену не хватает мощности заскочить. Блин, ну, совсем необычно. В трассе кататься на танке. Реально необычно. Причем не просто каком-то рандомной машине, знаете, то, что плагинами люди делают. А именно танк от разработчиков, который ездит все по правилам, все красиво делает. Просто жесть. Ну-ка, обрюмом будут рушить? Не, обрюмом вряд ли, да? Или он... А, да, они же приравниваются теперь как дерево. Камеру покачивать не совсем, конечно, удобно. Лучше сделали, как обычно, сверху просто неподвижная камера. А она полностью повторяет все движения танка. Это может людей даже укачивать немножко. Если честно. Офигеть! Тончела! Ну, в принципе, пока что вот так. Давайте попробуем максималочку развить. На шифте пру. Ну, вот такая вот примерно у него скорость. Что-то у меня влево почему-то ведет. Постоянно. Я даже не рулю, а у меня влево. Ну да, достойная скорость. В принципе, нормально. То, что заехать можно в любой дом, это радует. О, еще одно тело спит. Ладно, ребятки. В общем, вот такой танк. Понятное дело, что это все больше для фана. Я вам показываю способности будущего танка. Вряд ли это будет в игре, что мы сможем на нем ездить. Вот такими вот вещами заниматься. Он будет ездить только за счет искусственного интеллекта. И никто на нем не сможет. Хотя, что мешает сделать вместо танка какой-нибудь велосипед, либо простенькую машинку. И так же нам отдать. И мы будем сами на них кататься. Кататься-то мы можем уже, да. И каждый может. Можно плагин этот установить на серваке. Каждый будет на танке ездить. Необычно. Ладно, пишите свои комментарии. С вами был Флэш. Как всегда, увидимся в следующем видео. С вами был Флэш.